Эти два дома на перекрёстке проспектов Кирова и Карла Маркса пойдут под снос первыми. Кирпичные двухэтажки, возведённые ровно полвека назад, выглядят достаточно крепкими. Но обитатели всех 24-х квартир уже готовятся покинуть жильё. Дмитрий вырос в квартире бабушки. Для того, чтобы подписать соглашение с областным Минтрансом, у него осталось три дня. Такой срок установлен в полученном уведомлении. Это было ещё давно, там, из каких-то годов тоже хотели-хотели сносить. Тут пришло, так нормально отнести, не скажешь. Согласно с тем, что другие люди прописаны, которые ничего не получают, получают только собственники. В трёхкомнатной квартире площадью 74 квадратных метра живут шестеро, собственников только трое. Независимые оценщики посчитали, что Самагиным следует выплатить 3 миллиона 175 тысяч рублей. Плюс государство компенсирует расходы на подбор нового жилья и понесённых убытков. Риелторы считают предложение примерно 43 тысяч рублей за квадратный метр справедливым, но с оговорками. Понятие справедливости – это очень субъективное понятие. Справедливость с точки зрения расселяемых жильцов – это одна категория. Справедливость с точки зрения государства – это другая категория. Справедливость с точки зрения рынка – это третья категория. Так вот, если говорить о справедливой, например, рыночной цене, то, в принципе, по большому счёту, можно её расценивать как адекватную, приближенную к средней рыночной стоимости. При этом средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Самаре – 62 тысячи рублей. И сейчас растёт. Собственникам квартир в 160-м доме по проспекту Кирова и 11-м в переулке Коломенском, по мнению экспертов, следует поторопиться, чтобы подобрать адекватные варианты для переезда. К тому же, участие государства в рыночных процессах ведёт к коррекции цен. Последний пример – в центре Самары. При старте проекта САВЖИ «Пять кварталов», который, к слову, так и не расселён до конца. Государству не хватило денег. Любая расселяемая локация, в которой участвует государство, влияет на рынок недвижимости. Как только появляются государственные деньги, как ни странно, даже в небольшом количестве, начинает подниматься стоимость. У государства стоит задача, с одной стороны, конечно, подойти справедливо, действительно, и опираться на объективную рыночную ситуацию, чтобы не переплатить. И с другой стороны, где-то поджимать, как принято считать, вот, сейчас дадут три копейки, попробуй на них купить. У государства нет такой задачи, потому что им надо реализовывать проект. Проект магистрали «Центральная» появился в 1965 году. Дорогу, согласно генплану, планировалось построить от Ракитовского шоссе до площади Урицкого. Сейчас власти хотят ограничиться участком протяжённостью чуть менее 20 километров. Конечная точка как раз в районе пересечения проспектов Кирова и Карла Маркса, где собственникам предложили за квартиры от 2,5 до 4 миллионов рублей. Несогласные могут пойти в суд. Объявленная стоимость проекта «Усечённой магистрали» чуть менее 10 миллиардов рублей. Входит ли в эту сумму компенсации, не объявлено. Терра направила в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области запрос информации об объёмах бюджетного финансирования компаний по подготовке территории и сроках её проведения.